Слава Богу, друзья! Приветствую всех! Прямой эфир из Петербурга. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему! Приветствую всех, кто подключается сейчас. Да, вот есть эфир уже прямой. Вот, и записываю тоже и на видео. Да, помолимся сейчас вначале перед эфиром. Спасибо тебе, Господь! Да, время уже через пару минут начнем. Спасибо, Господь, за этот добрый вечер. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной всей, просветивший нас светом своего слова, светом своих заповедей, благословивший нас, Боже Всемогущий. Благослови народ Своим миром. Благослови сегодняшний этот эфир во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сегодня тоже хочу... Да, я пользуюсь случаем как раз всем вам благословения. И привет огромный передаю с Петербурга, с берегов Невы. Вот я сейчас прямо смотрю на собор, Исаакиевский собор, красавец собор, величественный купол. Он прямо передо мной сейчас. Я делаю эфир прямо так вот на балконе таком. Вот, и, значит, с видом на Исаакиевский собор. Прекрасный вид такой. Я потом сделал фотографии, еще обязательно сделаю. Уже делал и еще сделаю фотографии и запишу видео. Это очень красивое зрелище. Вот, люблю Петра творения, люблю Петербург. Вот, этот город Ленинград, Петербург, для меня, как для художника, как для и священнослужителя, очень многое значит. Как для реформатора. Потому что здесь, на берегах Невы, зарождалось, зачиналось православное обновленческое движение. Реформаторское такое движение. Слава Иисусу Христу. Аминь, аминь, аминь. Приветствую всех, кто подключается сейчас. Кто подключился уже к эфиру. Вижу, кто-то уже подключился. А кто-то подключается еще. Вот, я дал объявление в социальных сетях. Правда, может, поздновато дал. Но я дал объявление заранее об утренней молитве. А вот вечернее включение делаю нерегулярно. Вот, и как бы объявление так особенно не давал я. Но, думаю, эти дни стоит провести вечерние такие семинары. Вот, я думаю, что проведу до самого конца октября. Такие вечерние семинары, посвященные, вот как раз, разоблачению всякого религиозного крутизма. 31 октября это, ну, для библейских верующих, христиан, для евангельских мыслящих верующих, разных конфессий, динаминаций. И для нас, православных реформаторов, обновленцев, это, конечно, в первую очередь, это праздник Великой Реформации. Это день Великой Реформации. И здесь, в Петербурге, я об этом говорю, в собраниях, на служениях, и, в общем-то, и также в других городах по северо-западу. Вот, и объявлений о служении своем здесь я особенно так не даю заранее. Даю либо уже прям накануне служения, либо уже, ну, пост, после служения. В связи с такой сейчас ситуацией непростой здесь, и не только в Петербурге, и вообще в России в целом. Вот, конечно, у себя в церкви в Киеве, в Украине я могу смело давать объявление, рекламу, объявление заранее, хоть за год. И все совершенно так благополучно. Здесь, к сожалению, очень много противников реформации. Вот, и здесь меня пару лет назад судили в Петербурге, именно как раз арестовав прямо во время богослужения. Значит, и сорвав служение, полиция, знаете ли, вот, совершенно нелепые обвинения были с их стороны. Многочасовые допросы, потом был суд. Судили не их, как ни странно, а судили меня. Вот, за что? За все хорошее, за Слово Божье. И судья здесь, в Петербурге, зачитывая приговор, значит, меня осудили, признали виновным, назначили штраф. Денежный штраф тогда. Вот, и знаете, судья, зачитывая приговор, конечно, я думаю, что она сама не понимала до конца, что она делает. Вот, думаю, она сама внутри души своей, конечно, ужасалась тем словам, которые она была вынуждена говорить. Видимо, ну, как бы, заказной был суд, явно заказная была вот такая инсценировка с полицией и прочее. Вот, и знаете, один из участвовавших в этом процессе, свидетелей, или как свидетелей, а точнее, как сказать это правильно, ну, наблюдателей, правозащитник один, здесь лютеранский священнослужитель, он потом после служения, о, после этого суда подошел ко мне и сказал такие слова, что, говорит, я, говорит, сам ушам своим не верю, говорит, что меня признали виновным в распространении благовести путем проповедания в церковном собрании. Это, говорит, настолько неслыханно, что, говорит, это, говорит, просто, а по поводу Хэллоуина сейчас я объясню. Вот, да, значит, и, значит, это настолько неслыханно, что, говорит, я, говорит, как будто попал в книгу «Деяния апостолов», говорит, в те времена. Вот так же, так что понимаете, что, да, Петербург очень город непростой, и с того времени, со времени суда надо мной здесь запроповедить Слово Божьего, это честь для меня была от Господа, что удостоился я вот такой чести быть судимым за Слово Божье здесь, в Петербурге. Но для меня это был стимул для еще больших молитв за Петербург, за пробуждение здесь, на Северо-Западе, слава Богу. И вот, и до конца октября, и даже начало еще ноября, но до конца октября точно планирую проводить эти семинары в таких вечерних, таких вот этих включениях, эфирах прямых, вот, посвященных теме всякого рода разоблачения оккультизма, свобода от религиозного, в частности, оккультизма, и вообще от оккультизма, свобода от оккультизма, так вот можно назвать эти вечера. Вот, Хэллоуин, это праздник, отмечается он 31 октября, в День всех святых, в католической традиции. У нас в православной традиции нашей тоже есть подобный праздник, но он в другое время празднуется, совершенно не осенью, вот, значит, но в церковной и католической западной традиции, у нас восточная традиция, но в западной традиции принято вот 31 октября отмечать День всех святых. И это, в общем-то, праздник всякого рода нечисти, Хэллоуин называется, и сатанисты называют это День рождения Люцифера, как бы, значит, там, и что-то еще приплетают к этому. Ну, как бы то ни было, но действительно, вот это наряжание, ну, будем так говорить, да, значит, и гуляние с каждым годом и у нас все более и более становится таким, как бы, ну, популярным, что ли. Вот, благодаря Голливуду во многом, конечно, к сожалению, и, да и так вот, такая пропаганда идет, такая, в учебных заведениях среди молодежи. Но дело в том, что импортные бесы пугают порой верующих, но свои отечественные бесы, знаете ли, видимо, принюхались, пригляделись и кажутся уж не такими и страшными черти, которые наши православные черти, вот, западные, западные католические протестантские черти кажутся нам более страшными, наверное, вот, хотя, в принципе, хрены редки не слаще, я так рассуждаю. Это одного поля ягода, одна проблема, просто, знаете ли, в разных культурах она по-разному проявляет себя. Но наш православный Хэллоуин, это действительно, я недаром даже и картинкой для трансляции избрал одну из картинок, разоблачающих как раз идолопоклонство, в частности, иконопочитание. Значит, как православный реформатор, обновленец, я выступаю против, категорически против иконопочитания и всякого рода почитания священных предметов, крестов и прочее. Хотя вы на мне видите икону, и крест, панагия, знак епископской власти, да, крест, ношение панагии креста, я являюсь архиепископом, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И часто я выступаю, вы меня видите в трансляциях и в храмах, в часовнях, значит, на фоне там видите всякого рода изображения, здесь нет, допустим, изображений, но обычные иконы и прочее. Вот, и я отвечаю на вопросы людей, обычно говорю так всегда, что я не являюсь иконоборцем, вот, в таком смысле слова, что с иконами борюсь, нет, ни в коем разе. Вот, значит, сами изображения, в них нет никакого-то греха-то. Знаете ли, как вот, это живопись, это я сам как художник это свидетельствую. Вот, и из Писания, из истории Израиля, истории христианской церкви, очень много примеров могу привести, как раз именно из того, что сами-то изображения, в них греха нету. Но грех в почитании изображений, в почитании изображений, это и в Библии видно, это в Слове Божьем, это видно и в истории Израиля, это видно в истории христианской церкви, очень и очень, так, порой, гротескно. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, конечно, нам, православным христианам, как и вообще христианам, независимо от нашей конфессии, динаминации, я говорю сейчас вообще в целом о христианстве, я не отделяю православие от всего христианства. Православные церкви, ветви православные, там, канонические, неканонические, там, второканонические, разные православные восточные церкви, их много, десятки, значит, если не сотни, если брать только старого обряда, толки, направления всевозможные, то там уже около ста направлений существующих и существовавших в разных толках старого обряда. А новообрядческих церквей, ну, порядка, так же, наверное, думаю, не меньше сотни будет разных юрисдикций. Из них канонических меньшинство подавляющее, в основном это неканонические различные течения, восточные, мистические, православные, которых в мире очень много, в частности, в Греции, вот, значит, ну, и вообще по Востоку. Вот, и, знаете, друзья, наши восточные церкви православные, канонические, неканонические, это лишь отдельные ветви, но это еще не все древо христианства. Ствол наш и корень наш, да, это сам Господь наш, вот, а мы ветви, мы ветви в этом стволе, и есть протестантские ветви, есть католические ветви, есть разные ветви христианства. Вот, есть ветви цветущие, зеленеющие, плодоносящие, есть ветви засыхающие, отмирающие, есть ветви еле-еле душа в теле, как говорится, наладон дышащие, есть ветви надломленные, есть отломленные, засохшие уже, но ветви есть разные очень. Вот, и, дамы и господа, конечно, в целом, если брать православие, то чаще всего зрелище такое не из приятных, если брать, ну, в духовном состоянии. В таком физическом, материальном, то, как бы, православные ветви, наверное, ну, такие самые внешние, самые живописные, как раз, колоритные. Вот, к примеру, много разных есть богослужений в христианстве, но, честно говоря, вот, красивее православного восточного служения, ну, и трудно что-то найти вообще в христианстве. То есть, по красоте служения, по внешне такое вот шоу такое, знаете ли, религиозное, то мы в этом преуспели, значит, но, как еще говорил Николай Васильевич Гоголь в 19-м столетии, что само это служение у нас, православное, восточное, да, в литургии, в частности, превратилось в хорошо отрепетированное театральное действие. К сожалению, это так. Вот, и если внешне мы очень эффектны и зрелищны, конечно, православные, то в духовном плане, ну, будем договориться, в очень и очень плачевном, как правило, состоянии. Вот, подавляющее большинство нашего брата, священнослужителя православного вообще, невозрожденные свыше люди, не знающие Бога, знающие о Боге много, догматику знающие порой очень хорошо, блистательно, но не знающие лично Бога живого. Хотя эта проблема больше и меньше или меньше существует, ну, во всех конфессиях, независимо от нашей динаминации, конфессии, направленности, но просто у нас это очень гротескно выражено в православии. Ну, и конфликт этот, да, религии и веры, как московский протерей Александр Борисов это подчеркивал очень четко и ясно в своей книге «Побелевшие нивы» или же «Размышления о русской православной церкви». Очень хорошая книга, он ее в начале 90-х еще издавал, издавал еще тогда, когда я был еще священником традиционной русской православной церкви, московского патриархата, потому что до 96-го года я был священником в каноническом православии, в частности, вот московского патриархата. Сейчас, слава Богу, я являюсь священнослужителем неканонической, такой живой, нормальной православной церкви, вот, реформаторской, обновленческой. Мир вам, Анастасия пишет, да, аллилуйя, благоставляю вас тоже, мир вам, шалом, слава Богу. Вот, и я вижу необходимость таких вот трансляций, семинаров, знаете, в чем? Потому что сейчас, допустим, вот говоря о Хэллоуине, о, значит, праздновании всякого рода поклонения этим бесам, общения с бесами, да, это прискорбно, что в христианстве это существует, но это больше пока, это больше проблема западного христианства, значит, католического, протестантского христианства. Вот, вот, но у нас свои Хэллоуины, вот, и, значит, у нас, вообще общение с бесами, это очень серьезная тема. Мы, христиане, призваны Богом к общению с Духом Святым, наше общение с Духом Святым. И апостол Павел писал, не зря, что он не хочет, чтобы верующие, христиане, чтобы были в общении с бесами, потому что это не наше. Оно нам надо? Нет, конечно. Зачем нам общаться с бесами? Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа, Вячеслав пишет, аллилуйя. Приветствую вас тоже, Вячеслав, слава Богу всем братьям и сестрам, приветствия именем Господнем, приветствую всех. Вот, и общение с Духом Святым в молитве, в общении с Богом живым происходит. Библейские обращения к Богу, к Отцу Небесному нашему, во имя Иисуса Христа, Сына Его, Спасителя нашего, Господа нашего, Искупителя нашего. Вот, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Вот, но когда люди, когда христиане пытаются общаться с Богом посредством иконопочитания, иконопоклонения, почитания мощей, останков человеческих, имею ввиду, умерших святых, почитания крестов, целования крестов, вот, то это очень и очень опасный путь, дамы и господа, братья и сестры, это очень опасный путь, потому что это, по сути, общение с бесами. Идолопоклонство никогда не было благостовенен для народа Божьего. Идолопоклонство всегда представляло собой угрозу для народа Божьего. Когда мы выходим за периметр Божьих заповедей, то ничего хорошего это не может принести. Это однозначно, братья. Заповеди Божьи многие вас расценивают как ограничение их свободы, но для настоящих верующих это не заборы, ограничивающие их свободу, а это заборы, защищающие их, ограждающие их. Это Божья ограда, защита для нас. Вот, и знаете ли, Божье Слово, оно всегда для верующего человека действительно является не бременем тяжким, а легким бременем. Потому что его бремя, оно легко, оно благо есть. Это благо для человека верующего. Для неверующего со стороны, наверное, это выглядит как вот именно абуза дополнительная, как тяжкое бремя. А для верующего, принявшего эту благость Божью, заповедь Божью, да, то это действительно это благо, защита. Защита. Спасибо Господу за все. Вот, и касательно идолопогонства, вот, общение с бесами начинается там, где человек выходит за, будем так говорить, Божью изгородь, за периметр Божьего вот этого, Божьего забора, Божьей защиты этой. И чем дальше, как говорится, в лес, тем больше дров. Или, как еще говорят, слышал такое не раз уже, чем дальше в лес, тем злее партизаны. И вот, чем дальше от источника света, тем сильнее тьма. Почему, когда православные просят у икон исцеления, то они получают это исцеление, например, иконы. А, ну, примеров таких много знаю, но, во-первых, нет такого, чтобы всегда получали люди, прося от икон, прося перед иконами исцеления, получали исцеление. Вот, и я это прекрасно знаю, потому что я сам был когда-то почитателем икон. Вот, значит, в моей жизни были чудеса, да, были чудеса, я их связывал, конечно, будем так говорить, с моим почитанием этим икон. Но в 96-м году, вернувшись к Слову Божьему, к Библии Святой, то я осознал, что чудеса в моей жизни, которые происходили, они были не благодаря моему идолопоклонству, не благодаря общению с бесами, а вопреки этому. Вопреки этому. Вот, и Бог совершает реальные чудеса в жизни всех. Всякое даяние благое и дар совершенной свыше сходят от Отца Светов и все доброе в жизни человека, даже если это сатанисты на Хэллоуин, и они говорят, что им якобы сатана помогает. На самом деле, все доброе в жизни всех людей на земле этой является, ну, источником всего доброго является сам Господь Бог, всемогущий. Вот, который совершает порой благодаря чему-то, а порой вопреки даже чему-то, тому, что мы делаем и во что мы верим. Вот, и очень важно нам, как евангельским мыслящим, библейским верующим людям, воздавать славу всю Богу, воздавать славу Творцу, Царю Царей, Господу Господствующих. Поэтому, когда мне говорят, что мне там Матушка Богородица помогает, или Икона Казанская помогает, или Икона Иверская помогает, или Николай Вольничек помогает, или кто-то еще помогает, я прекрасно эти рассказы знаю, я сам жил в этом, я сам варился в этом религиозном соку до 96-го года, будучи священником традиционной православной церкви. И я сегодня, как евангельский мыслящий православный христианин, как священнослужитель и реформатор православный, я убеждаю людей в таком случае всегда, выслушав их рассказы, их свидетельства, я говорю, воздайте славу Богу. Если человек готов воздать славу Богу и прославить Господа, это очень хороший знак, что человек на верном пути находится. Если он готов поблагодарить Бога Всебогущего Творца Неба и Земли, Отца Небесного своего, то это очень хороший знак. Но если он упирается и настаивает на том, что именно Икона такая-то, всякая-то помогает ему, такой-то умерший святой или другой умерший святой помогает ему, то это очень опасный признак как раз именно такого религиозного оккультизма, религиозного оккультизма, общения с бесами. Помочь таким людям сложно, но можно. Мне-то Бог помог, я рассуждаю так, что если Господь до меня достучался и помог мне, как христианину, разобраться в этом вопросе, то Бог в силах помочь любому заблуждающемуся человеку. И порой я молюсь таким образом, такими словами Господу, говорю, Боже, вот как Ты помог мне, как Ты спас меня из этого мрака религиозного, из этого мракобесия. Так вот, помоги моим, говорю, братьям, православным священнослужителям, пусть тысячи и тысячи священнослужителей познают Тебя, единого истинного Бога и Тобой посланного Иисуса Христа. Да примут эту жизнь вечную, которая есть дар Твой, свыше дар, во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная, во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Богу. Так что вот так, друзья, братья и сестры. И уже больше 20 лет несу служение реформаторское. Уже 22 года. Несу служение евангельское, реформаторское, православное служение. Вот, поначалу, в 96-м, да, большинство, к сожалению, молящиеся иконе, не получившие истерене после, еще сильнее молятся этой иконе. Но, и такое бывает. Бывает и обратное. Люди разочаровываются в религии и ищут живого Бога. Я и таких много знаю примеров, когда люди по святым местам ездили, иконам молились, как говорится, лбы расшибали свои. Но, разуверившись во всем, открывали все-таки Библию для себя, общались с евангельскими верующими и на сегодняшний день являются верующими протестантских, евангельских, нормальных, живых церквей. Слава Богу. Вот, и это примеров очень много, очень разных на самом деле. Мне очень прискорбно порой общаться с теми людьми, кто пошел таким путем валовым, путем обольщения, путем греха, некогда вкусив жизни благодатной, осуетившись в умствованиях своих, чьи сердца омрачились, и чье сердце действительно омрачено грехом и долопоклонством, многобожием, религиозного культизма. Я встречаю и в России, и в Украине достаточно много бывших протестантских, евангельских верующих, баптистов, адвентистов, харизматов, пейсиатников, которые стали православными католическими верующими, и сегодня почитают иконы, сегодня почитают иконы, кресты, молятся к Богородице, к другим умершим святым. Вот, и это очень печально. Был такой лидер в протестантском мире, харизматическом, пейсиатническом, очень известный Ульф Экман. Он стал католиком, и некогда был евангельским верующим, проповедником, евангелистом. А сегодня почитают Богородицу, молятся к Марии, молятся к святым, целуют мощи, останки человеческие, находятся в таком страшном грехопадении. Вот, и очень жалко этого человека. Я лично молюсь за Ульфа, потому что я верю, что Бог силен восстановить падших. И мое слово к падшим, к Ульфу и ко всем отпадшим, от благодати Божьей, от Христа Иисуса, от живого Бога, от Слова Божьего. Вернитесь, дети блудные, вернитесь, Бог ожидает вас. Бог живой, готов грехи прощая, отворить вам дорогу ввысь. И мое слово сегодня и для Ульфа, и для тысяч других обольщенных христиан, Иисус Христос, Он и сегодня тот же, тот же самый Иисус Христос. И вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же. Аминь. Вот, и, конечно, значит, я в основном в своих семинарах акцентирую внимание на первых двух заповедях, запрещающих многобожие и запрещающих идолопоклонство. Первая заповедь, она ограничивает нас в том, что, казалось бы, значит, да, запрещает там многобожие, вторая запрещает идолопоклонство. Но, опять-таки, я повторяю, что запретительными они более кажутся людям со стороны. Людям в ограде церковной, людям, находящимся в ограде Христовой, в ковчеге спасения, это действительно видится нам совсем по-другому. Не как заповеди, которые ограничивают нашу свободу, овечка такая Христова, бегай, где хочу, да, нет. Это ограда наша защита, это охранительная ограда, будем так говорить. Заповедь не запретительная, а заповедь оградительная, как бы, заповедь наша защита. Божье слово вообще, если для неверующего это, значит, ограничивающие его свободы какие-то, знаете ли, слова, то для верующего человека это благословение, а не проклятие. Ну, все видится порой, знаете, в разном свете. За периметром спасения это кажется людям со стороны мира и всего. Вообще Божье слово и вообще христианство кажется, знаете ли, религией такой, ну, страшной. На самом-то деле, значит, нам, находящимся на борту спасительного ковчега, страшно за тех, кто находится за периметром спасения, за, ну, за бортом этого ковчега спасения. Слава Богу. Так что, о нашем православном Хэллоуине я буду еще рассказывать на протяжении этих дней. Давайте завтра буду продолжать еще тоже. Такие короткие буду свидетельства давать. И своей жизни, и жизни многих людей, отступников и вернувшихся людей. Приветствую мира всем, братьям и сестрам, Божьи благословения. Аллилуйя. Приветствую вас тоже, приветствую всех братьев, сестер. Вот, и такие прямые эфиры, они, думаю, оживляют, оживляют, ну, служение, оживляют канал. Вот, и очень важно, потому что люди разных конфессий, разных деноминаций подключаются, и неверующие, атеисты подключаются, мусульмане, иудеи, очень разные люди подключаются. Потому что потом по отзывам я читаю, вижу, что очень разных вероучений люди. И это радует. Потому что всем действительно нам интересно, вот, в общении, когда мы имеем это общение друг с другом, если мы ходим во свете, и ищем этого света, то кровь Иисуса Христа приходит в действие и омывает нас от всякого греха. Слава Богу. Я хочу сегодня причащаться. Я сегодня хочу преломить хлеб тоже вместе с вами. Друзья, с верой в Иисуса Христа. У меня здесь уже приготовлено есть. Так, я здесь... Вот, достану хлеб. Еще с утра преломлял хлеб. Фатир называется. А, нет, Фат. Фатир, Фатир, они так назвали. Я, значит, неправильное удаление ставил. Фатир, они говорят. Вот, значит, и по, значит, арабски, оказывается, по, ну, на их наречии восточном, это означает творца. Представляете? Здорово. Почти же как отец, Фатир, Фатир. Вот. Очень интересный хлеб такой. Пресный, кстати, он пресный, слоеный такой. Слоеная пресная лепешка. Вот. И у меня есть виноградный сок. Вот. Поэтому я совершу причастие хлеба преломления. А можно дома причащаться? Как это можно сделать? Да, вот я и предлагаю вам тоже причастие совершить прямо сейчас. Вот. Дома. Значит, я по утрам, каждое утро, совершая причастие, вот такое, и имею сейчас возможность сделать это в прямом эфире, в 6 утра подключайтесь. Утром, значит, я об этом рассказываю более детально, более подробно. Вот. Для причастия единственное, что нужно, это вера. Вера в Сына Божьего Иисуса Христа. А рассуждать о теле и крови Иисуса Христа. Вот. А рассуждать благочестиво каким образом надо? Что Иисус Христос, Он пролил за меня святую кровь свою. За тебя, за меня, за каждого из нас. Но принять это как за себя лично совершенную жертву. Я у себя в церкви объясняю, что причастие совершайте не только в церкви, не только в собрании, но, говорю, в пру, семье, допустим, муж, жена, детки собрались вместе. Или даже один на один, вот, перед Богом, вот, сейчас в этом эфире. Возьмите себе хлеба. Я вот заранее, вот, фатер приготовил, значит, пресную лепешку эту, вот, азиатскую. Когда нет, там, никакого другого хлеба, беру просто сухарики или беру вот ржаной хлеб, допустим, да, любой хлеб, неважно какой. Сейчас у меня сок есть виноградный, допустим, да, вот, нет сока, если когда, то просто беру воды, вот, просто воды. Вот, и не качество вина или хлеба, залог причастия правильного, а наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Вот это и есть действительно великая победа. Общение с Духом Святым совершается в этот удивительный момент нашего хлебопреломления, причастия Евхаристии. Вот, и причастие совершается именно не просто ртом. То, что входит в нас, оно и выходит. Да, благостави Господь вас, вашу супругу, с прождественным днем рождения, поздравляем с вами. Спасибо огромное, спасибо огромное, да. Я, значит, надеюсь, в конце месяца уже буду дома, вот, смогу тоже лично уже супругу поздравить, значит, и мы вместе тоже совершим хлебопреломления, причастия Евхаристию. Вот, а пока тоже и моя супруга, и дети, мы можем только вот так вот сейчас, пока вот на расстоянии находясь. Я в Петербурге сейчас один, со мной был мой старший сын, но я отправил его домой уже. Сейчас один здесь в Питере, в Петербурге. Кстати, есть вид очень хороший, потрясающий. Прямо вот на этом балконе окна, я сейчас на балконе нахожусь, на лоджии таком, балкон. Вот, выходят окна прямо вот на Исаакиевский собор. Я сейчас смотрю, прям красавец собор, купол такой величественный. Кстати, Исаакиевский собор, он был символом православной реформации, обновленчества в 20-е годы. Здесь был настоятелем одно время даже Александр Боярский, один из лидеров православного обновленческого движения в 20-е годы здесь в Петрограде. Вот так вот. Так что, да, здесь на берегах Невы и Ежоры зарождалось православное обновленческое движение, реформаторское движение. Хотя родилось оно до юра, да, но фактически оно здесь зарождалось, а рождение само произошло, значит, в Москве в 23-м году. Вот мы готовимся, уже остается меньше 5 лет. Весной здесь в Петербурге я объявил начало пятилетки подготовки вот этому к этому собору 23-го года, который будет посвящен у нас столетию православного обновленчества. И в 23-м году планируем провести собор. Кульминации будет, конечно, у нас в церкви в Киеве, где произошло возрождение православного обновленчества в конце 2000-го, начало 2001-го годов. Вот, но также я хочу провести заседание соборное здесь, в Петербурге и в Москве. Вот, то есть в городе, где зачиналось православное обновленчество, где рождалось и где возрождел, и где возродилось оно. Слава Богу! Пусть Господь благословит нас в этом. Вот, и причастие хлебопреломления, оно, Иисус говорил, то, что входит нас, оно и выходит. Вот, чем очищается всякая пища, он говорил. И он сказал, что это не может нас осквернить. Ну, понятно, и тем более осветить не может. А что же оскверняет нас или освещает? Машех сказал, Христос сказал, что то, что исходит из сердца, это может нас осквернять. Соответственно, или же освещать нас может. То, что исходит из сердца. Вот, и замыслы, помыслы человеческие. Какие человеком мысли таков, и он и есть на самом деле. Действительно, Библия об этом говорит. Вот, и сегодня какие наши мысли? При хлебопреломлении, какие наши мысли? О Спасителе нашем Иисусе Христе. Поэтому налейте себе соку, если нет сока, но налейте просто воды даже себе. И возьмите немного хлебушка. И помолимся вместе с вами. Еще почему это важно сделать, я считаю? Потому что наше общение с Духом Святым, в Боге, в Святом, Великом Боге, Дворце Неба и Земли, всему видимого и невидимого, Он Творец, наш Отец Небесный. Вот, и всякого рода цепи оккультные допадут во имя Иисуса Христа. И наше оружие, это действительно кровь Агнца Божьего. Наша победа над лукавом, над сатаною, в крови Иисуса Христа. Слово свидетельства и кровь Иисуса Христа. Это вот то, что наше оружие. Слово Божье, живое Слово Божье. Аллилуйя. Аминь. И вот, и хочу преломить с вами хлеб. Сейчас я возьму часть этого фатера. Так он называется, фатер. И преломляю хлеб сегодня. Дай Бог побольше таких пастырей, прозревших, обновленных в православных храмах. Аминь, аминь. Потому что я преломляю сейчас хлеб, преломляю хлеб также и за вот это, молясь о пробуждении духовном православных, во-первых, священнослужителей. Потому что если слепой ведет слепых, то попадают все в яму. Но если прозревший ведет прозревших, то они идут в Царство Божье. И я благодарю Бога Всемогущего за жизнь вечную. Дар Божий во Христе Иисусе. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его, я спасен. Навеки спасен жертвой Голговской Иисуса Христа. Исцелен я кровью Иисуса Христа, агнца Божьего. Благоставлен всеми благоставениями небес через кровь Иисуса Христа и ломимое тело Его во имя Иисуса Христа. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже, за все. И благоставляю великое имя Твое. Благоставен Ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благоставен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благоставен Бог наш, возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благостави нас в этом хлебопреломлении сегодня, в этом причастии тела и крови Твоих. Слава Тебе, Господь. Благоставен Ты, Царь наш. Аминь. 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 Тело Христово примите, братья и сестры. О, источника бессмертного, вкусите. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Иисус, спасибо Спасибо Драгоценный Господь Благодарю тебя Аллилуйя, слава Господу за все Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо Спасибо Иисусу Спасибо Господь Спасибо Аллилуйя Спасибо Господь за все Благословен Ты Бог наш Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу, за кровь Мы Тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя Отец мой, Бог мой, Царь мой Благодарю Тебя Иисус Христос, Спаситель мой Благодарю О Дух Святой За все Я благодарю За все Я благодарю Аллилуйя Спасибо Господи За этот добрый вечер Благодарю Тебя За свободу От всякого Религиозного Оккультизма От всякого Мракобесия Велик наш Бог Адонай Аллилуйя Благословен Господь Бог наш Благодарю Тебя За всех Подключающихся Подключившихся К этому Прямому эфиру И кто потом Будет в записи смотреть Боже Благослови всех И прошу Тебя Боже Пусть Действительно Приветствую дорогу Пастор Благодарю за эфиры За молитвы За нас Мужем За всех Аминь 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 И прошу Тебя Господи Благослови Всех нас Боже Погружаться в Тебя В Твою любовь Святую Общение В Духе Святом С Духом Святым Иметь Пусть Благодать Твой Благодать Твоя И мир Умножатся В наших судьбах В нашей жизни Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Слава Тебе Господь наш Бог наш И Царь наш Аллилуйя Аминь 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 Аллилуйя 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 Спасибо Тебе Господь За все И апостол Павел Писал к Тимофею Первый послание Его Вторая глава Пятым стихом Ибо един Бог И един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший себя Для искупления Всех Пусть Господь Бог благословит Всех вас Дорогие друзья Братья и сестры Утром подключайтесь В 6 утра Подключайтесь На Вот Утренние молитвы Тоже с хлебопринамлением С причастием С Евхаристией Вот И вечером Я буду стараться Также в это время Выходить в эфир Вот Значит так что Продолжая тему Именно Свобода от Всякого рода Оккультизма Свобода от Религиозного оккультизма Слава Богу Пусть Господь Благословит всех вас Дорогие друзья Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Из города Петербурга Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Киевская наша Архиепископия Да и напомню Что прошу ваших молитв В январе месяце Да Даст Бог в январе Буду у нас в церкви Как раз уже Вновь в Киеве И буду проводить семинары И служение Которое я так уже Предварительно назвал Абба Или Ава Значит папочка Папуленька Слава Богу Пусть Бог благословит вас всех Аллилуйя Аминь Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя